МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города. В студии Екатерина Котова. Здравствуйте. Далее некоторые темы выпуска. Рынки под открытым небом вне закона. Что делать предпринимателям? И снова опасные пешеходные переходы и путаница дорожных знаков. Рубрика «Нам здесь жить». И главное – это желание петь. Музыкальное ток-шоу «Песни нашего двора» вновь собирает друзей. Открытый рынок «Афганец» в ноябрьске могут закрыть. В январе этого года вступил в силу федеральный закон, согласно которому открытые розничные рынки могут функционировать только в капитальных зданиях. Исключение составляют сельхозрынки, к которым «Афганец» не относится. Таким образом, свыше 100 человек, которые задействованы в работе открытого торгового комплекса, могут остаться без работы. За помощью в решении этой проблемы руководитель общества «Афганец» Александр Зеркин обратился к депутатам городской думы. В ходе заседания постоянных депутатских комиссий выяснилось, что окружные власти в данной ситуации предложили включить участок, на котором расположен рынок, в схему размещения нестационарных торговых объектов. Эту возможность рассмотрит специальная рабочая комиссия, в состав которой войдут и народные избранники. На Ямале будет создан региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. В городах и районах округа уже назначены и работают эксперты, а также создана региональная комиссия по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Надо сказать, что цель нового проекта – общественный контроль за качеством услуг ЖКХ, просвещение населения в сфере жилищного законодательства, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, а также разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы. В каждом муниципалитете в состав общественной группы войдут депутаты, члены общественной палаты, руководители управляющих компаний и ТСЖ, члены региональной комиссии по тарифной политике и мониторингу услуг в сфере ЖКХ, молодые специалисты, а также журналисты, блогеры и просто активные граждане. Информация о работе регионального центра общественного контроля будет открытой для всех. Очень коротким и насыщенным был визит в Ноябрьск директора департамента здравоохранения округа Николая Винокурова. За несколько часов, что он провел в городе, Винокуров вместе с главой администрации Жанной Белоцкой и главным врачом Игорем Жуковым осмотрели струющийся спид-центр и перинатальный центр. Напомню, эти объекты имеют окружное значение, и ввод их в эксплуатацию уже не за горами. Так, окружной центр спид должен открыть свои двери примерно через полгода, в сентябре 2013-го, а перинатальный центр ровно через год, в феврале 2014-го. К 2030 году средняя зарплата в России перевалит за 130 тысяч рублей в месяц. Минэкономразвитие определило, когда российская экономика догонит немецкую, а уровень жизни в нашей стране приблизится к показателям стран Евросоюза. Расчеты прописаны в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития России до 2030-го года. В нем для российской экономики традиционно намечено три пути. Их главное отличие друг от друга – готовность государства тратить деньги на поддержку роста. И до 130 тысяч рублей зарплата может вырасти при форсированном сценарии. Инновационный даст чуть более 100 тысяч, а консервативный – и того меньше всего около 80 тысяч рублей в месяц. Отмечу, что все три сценария базируются на умеренном росте цен на нефть и другие сырьевые ресурсы. И далее коротко о том, что интересного для своих читателей подготовили журналисты газеты «Слово нефтяника» на этой неделе. 20 ярких лет благовеста наш издательский дом отмечает знаменательный юбилей. 30 января 2013 года мы перешагнули 20-летний рубеж со дня образования. О ярких и важных событиях, которые случились за годы становления бурного и интенсивного развития благовестства в материале на третьей полосе. Вот уже 16 лет эксперт-криминалист ноябрьского ОМВД Дмитрий Зинович идет по следу. Об этом человеке можно легко написать книжку. Пока же корреспонденты СН на седьмой странице газеты предлагают своим читателям газетную публикацию о ямальском Шерлоке Холмсе. В Ноябрьске открылось представительство Русского географического общества. На встрече с журналистами ученые рассказали о своих последних экспедициях и проектах. Подробности на девятой странице номера. Кстати, подписная кампания на печатную версию газеты «Слово нефтяника» завершена. Между тем, те, кто не успел подписаться, но хочет это сделать, могут по-прежнему подписаться на электронную версию еженедельника СН. Процедура подписки на электронную версию газеты достаточно простая. Для этого достаточно зайти на сайт Ноябрьск.РФ. Выбираем баннер «Слово нефтяника» подписаться. И видим здесь предложение. Печатная версия, электронная версия. Выбираем электронную версию и заполняем поля. Вводим адрес. Выбираем город Ноябрьск либо Муравленко. И далее заполняем анкету. Даем согласие на обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом. И кликаем на команду «Подписаться». Данные успешно отправлены и необходимо проверить свой электронный ящик. Вы заходите в свой электронный ящик. И если вам пришло ответное письмо, значит вы стали подписчиком на газету «Слово нефтяника». Вот так выглядит электронная версия нашей газеты. Рубрика «Нам здесь жить» все популярнее становится среди горожан. Люди звонят в нашу редакцию и указывают на все новые нюансы организации дорожного движения в Ноябрьске. А мы пытаемся в них разобраться. Ксения Епишева о новых наблюдениях. Вот пешеходный переход. Казалось бы, ну что такого? Установлен он здесь по просьбе самих пешеходов. Ведь иначе, чтобы перейти улицу там, где положено, приходится идти на перекресток. Многим это кажется неудобным. Посему зебра здесь обосновалась давно и прочно. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Получается, на этой самой зебре пешеходы появляются внезапно для водителей. Установлена она так, что торговые павильоны полностью закрывают обзор. А если принять во внимание то, что некоторые из нас, переходя проезжую часть, по сторонам смотреть забывают, то переход смело можно назвать опасным. Данный участок действительно является аварийным. Почему? Потому что водители, подъезжая к пешеходному переходу, они просто не видят пешеходов при подходе к пешеходному переходу, потому что видимость этого пешехода просто-напросто ограничена. И может получиться так, что пешеход, выходя на пешеходный переход, может также не увидеть автомобили, которые приближаются. И в случае возникновения аварийной ситуации, когда водитель уже находится вблизи пешеходного перехода, где скорость его довольно-таки высокая, у него просто не будет технической возможности остановить это транспортное средство. До следующей зебры чуть больше сотни метров, а по ГОСТу должно быть не менее двух сотен. Но, говорят в администрации, даже если зебру ликвидировать, пешеходы все равно будут перебегать проезжую часть в этом самом месте, уже скорее по привычке. А это опять-таки не самый безопасный вариант решения проблемы. Хотя какой-либо альтернативы местные власти тоже не видят. Уже и так и сяк прикидывали, как бы убить двух зайцев сразу, чтобы удобно было и без угрозы для жизни и здоровья. К единому решению не пришли, а посему надеяться водителям пока остается только на собственную бдительность. По факту того, что данный пешеходный переход, с одной стороны, выходит на выезд из рынка, поясняю тем, что другой возможности расположить пешеходный переход просто не предоставляется возможным. До ближайшего пешеходного перехода с одной стороны и с другой стороны более 100 метров. Что если мы его демонтируем, уберем, то это приведет к неудобству жителей. Обустроить подходной тротвар с одной стороны не представляется возможным. В общем, лучше лишний раз сбавить скорость. Хотя иногда рассчитывать на сознательность самих водителей тоже не приходится. Берем простой пример – проезд перекрестков. Практически перед каждым установлен знак, который указывает, сколько здесь полос. В принципе, в зимних условиях, когда разметки не видно, он очень даже актуален. Но вот незадача. Почему-то даже при наличии такого знака водители автоматически становятся не в два, как к примеру должно быть на этом перекрестке, а в три ряда, тем самым нарушая правила. На данном перекрестке, при подъезде к перекрестку по этой дороге, можно однозначно сказать, что при подъезде к перекрестку будут две полосы. Почему? Потому что те знаки, которые установлены с правой стороны, предписывающие движение по полосам, они четко говорят, что при подъезде две полосы. Где полоса начинается, то есть левая, четко стоит знак. И в данном случае получается, что если водитель хочет прыгнуть налево, то он должен занять левую полосу, а если водитель хочет проехать перекресток направо-право, кто-то встает еще левее. Почему? Потому что, как мы видим, водители почему-то встают в три ряда, пренебрегая требования данных знаков. То есть идет масса пренебрежения просто-напросто требований правил дорожного движения. И вот возникает сразу вопрос, то есть получается так, чтобы повернуть налево на данном перекрестке, не нарушив правила дорожного движения, получается небезопасно. Потому что если мы встанем, как правило, нам говорят, для повернута налево, мы просто создаем аварийную ситуацию. Потому что с левой стороны водители тоже хотят повернуть налево. И мы с ними начинаем конфликтовать. Понятно, что привыкли, понятно, что так даже удобнее. Но тогда возникает вопрос, зачем тратить деньги на установку знаков, если их требования все равно никто не соблюдает. С ними или без них? Каждый будет ездить так, как ему удобно. Ведь патруль ДПС на каждом перекрестке тоже не поставишь. Это невозможно физически. Можно, конечно, свято соблюдать правила и становиться так, как требуют знаки. Но давайте представим иную ситуацию. Аварию, к примеру. Безусловно, соблюдение знаков гарантирует правоту. Но в то же время, получается, гарантируют и проблемы. Парадоксально, не правда ли? Ксения Епишева, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Далее в выпуске блок спортивных новостей. Неудачно завершилось выездное турне для омских ястребов. Если в Татарстане они одержали две победы, то визит в соседнюю Башкирию получился провальным. Игра с уфимским Салаватом Юлаевым не задалась с самого начала. Обе команды старались играть на встречных курсах, но лучше это получалось у хозяев. Практически каждая их атака завершалась броском, а каждый третий из них становился результативным. А вот Авангард, к сожалению, получал нулевой выхлоп от своего нападения. Такая хоккейная математика привела к тому, что уже к середине встречи счет был 5-0 в пользу башкирской команды. Поскольку исход этого поединка стал предельно ясен даже для полностью несведущих в хоккее людей, оставшиеся полчаса команды отыграли, явно приберегая силы для последующих игр. В результате соперники обменялись голами и завершили матч со счетом 6-1. У сибиряков разбочить счет смог Томаш Заборский. Несмотря на поражение, Авангард продолжает лидировать в Восточной конференции и ведет борьбу за серебряные медали регулярного чемпионата КХЛ. А вот чемпион регулярки, по всей видимости, стал известен досрочно. Похоже, ни у кого не вызывает сомнения, что им станет питерский СКА. Продолжает свои выступления в чемпионате России по мини-футболу ноябрьская дружина «Газпромнефть». Во вторник и среду ямальцы завершали свое выездное турне в Хантамансиске, где встречались с очень сильной местной дружиной «Югра». Обе встречи прошли в напряженной и интересной борьбе, исход которых решался буквально на последних секундах поединка. В первом матче «Газпромнефть» сумела переиграть «Югарчан» 4-3. Во второй встрече чуть более удачливыми были уже хантамансийцы 7-5. На сегодняшний день подопечные тренера Марата Обжалимова занимают второе место в зоне Западная Сибирь и продолжают борьбу за золотые медали. Этому наверняка будет способствовать то, что из оставшихся 16 игр чемпионата 14 «Газпромнефть» проведет у себя дома в Ноябрьске. Творческий вечер «Песня нашего двора», который в Ноябрьске уже стал традиционным, вновь собрал своих гостей в городском дворце культуры и кино «Русь». Напомню, чтобы попасть на праздник, надо немного хорошее настроение, любовь к музыке и желание петь. Такие музыкальные посиделки проводятся часто и каждый раз отмечают его участники, желающих продемонстрировать свой талант становится все больше. Всех исполнителей, и неважно, впервые человек вышел на сцену или нет, исполнил он бардовскую песню или народную, встречают бурными аплодисментами, как настоящую звезду. И это не может не радовать. ПЕСНЯ ПЕСНЯ За 20 лет в России стало вдвое больше счастливчиков. С 1992 года по 2012 в России практически удвоилось число людей, ощущающих себя таковыми. Как показывают опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля счастливчиков выросла за это время с 42% до 79%. Причем наиболее высока доля счастливых людей среди молодежи – 91%, а меньше всего их среди пенсионеров – 68%. Таковы новости четверга. О том, какая нас ждет погода завтра, узнаем через несколько секунд. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего доброго, почаще улыбайтесь и до завтра. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 1 февраля в Салехарде преимущественно без осадков. Ветер южный, температура минус 23 градуса. В Муравленко переменная облачность, ветер юго-западный до 3 метров в секунду, температура 20 градусов мороза. В Ноябрьске без осадков, ветер южный до 2 метров в секунду, температура 19 градусов ниже 0.